Здравствуйте, меня зовут Алиса и я специалист отдела внедрения WakeLines. В этом видео мы поговорим с вами про сертификаты, абонементы, счета клиентов, а также про онлайн виджет продаж. Для того, чтобы приступить к настройкам, в левом верхнем углу нам нужно выбрать с вами сеть. Нажимаем на название и в списке выбираем сеть МФЦ внедрения. Данные настройки производятся именно в этом разделе, в этом интерфейсе. Далее нам нужен будет с вами раздел лояльность и сегодня мы работаем в разделах типы сертификатов и типы абонементов. Перейдем в раздел типы сертификатов и прежде чем приступить к нашей настройке, давайте поговорим с вами в чем же отличие между сертификатами и абонементами. Сертификат это сумма денег, которую клиент может тратить на любые процедуры. Абонемент это количество посещений, которые клиент может уже использовать на конкретные процедуры. Теперь давайте создадим тип сертификата. Нажимаем кнопку добавить тип сертификата. Далее в названии нужно указать какой это сертификат. Рекомендую указывать более подробное название, чтобы вы в дальнейшем могли ориентироваться при продажах. Сейчас это сертификат на 5000 рублей. После чего нужно указать тип списания. Однократное списание либо многократное. Однократный клиент может сертификат использовать только один раз. Многократное он может использовать его несколько раз. Дальше. Номинал. В данном случае у нас будет с вами 5000 рублей. После чего идет следующая настройка ограничение применения списания баллов. Вы можете настроить сертификат таким образом, чтобы сумму, которая у вас здесь есть, ваш клиент мог списывать только на услуги без товаров, либо только на товары без услуг, либо на некоторые услуги и любые товары, или некоторые услуги без товаров. Если мы выбираем с вами настройку с некоторыми услугами, то дальше нам нужно будет нажать на кнопку «Изменить» и выбрать, какие категории, либо на какие процедуры сертификат можно списывать. В нашем случае это будут все услуги, поэтому я такие ограничения оставлять не буду. Далее. Ограничение срока действия. Здесь вы можете выбрать, когда срок действия будет истекать для сертификата. Первое. Фиксированная дата для всех сертификатов, то есть все проданные сертификаты будут сгорать, например, в 2024 году. Неважно, когда клиент приобрел, сертификат будет уже недействителен в это время. Либо можно указать фиксированный срок действия уже с момента продажи. В таком случае здесь можно выбрать соответствующее количество дней, месяцев, лет и справа поменять уже единицу измерения. В нашем случае сертификат будет действителен 6 месяцев. Далее. Следующая настройка. Разрешить продажу сертификата без кода. Если мы поставим с вами галочку, то тогда сертификат будет действителен только для одного клиента и он привязывается по номеру телефона. Если мы такую галочку не ставим, то тогда сертификат будет продаваться с кодом. И такой сертификат можно будет подарить, например, другому клиенту и в дальнейшем найти его именно по коду. Следующая настройка. В каких филиалах можно изменять баланс и срок сертификата? Здесь мы можем с вами выбрать ни в одном филиале, только в филиале, в котором был продан сертификат, либо во всех филиалах сети. Если оставлять ни в одном филиале, то тогда вы не сможете редактировать баланс и срок сертификата. Однако, если хотите, чтобы такая функция была доступна, то можно выбрать либо в филиале, в котором был продан сертификат, либо во всех филиалах сети. Следующая настройка. Это доступность для продажи онлайн. Мы о ней как раз таки сегодня поговорим. Поговорим про онлайн виджет для продаж, но прежде всего, чтобы такая функция была доступна, нам нужно настроить сертификаты. Поэтому здесь мы с ставим галочку «Доступность для продажи онлайн». Далее мы указываем с вами название. Можем его оставить таким же. После чего вы дополнительно можете загрузить изображение, какое-то описание. Например, если у вас есть какое-то ограничение для сертификата, вы можете указать, что сертификат действует и списывается только на услуги. Далее цена. Здесь мы указываем с вами стоимость сертификата. Однако, если вы хотите привести акцию и сертификат номиналом на 5000 рублей продать дешевле для клиентов со скидкой и указать, например, 4500, то в дальнейшем у такого сертификата появится скидка. Мы сейчас также сохраним. То есть, для онлайн-продаж данный сертификат будет стоить 4500, и после чего действует филиал, мы выбираем с вами уже наш филиал, где хотим продавать и использовать такие сертификаты. Затем нажимаем с вами кнопку «Сохранить». Сейчас мы создали с вами первый сертификат. Теперь давайте поговорим про абонементы. Чтобы настроить их, нам нужно перейти в раздел «Лояльность. Типы абонементов». Сейчас у нас нет абонементов в данном разделе, но мы создадим с вами сегодня два с разными типами баланса. И чтобы создать такой абонемент, нам нужно нажать в правом верхнем углу кнопку «Добавить тип абонемента». Далее в названии я также рекомендую вам указывать более подробную информацию. Когда вы будете продавать этот абонемент, вы должны понимать, что конкретно вы продаете. И сейчас мы создадим с вами абонемент на 5 индивидуальных тренировок. Далее нам нужно указать стоимость такого абонемента. Поскольку одна индивидуальная тренировка у нас стоит 3000 рублей, то для клиентов мы можем сделать скидку по абонементу. Таким образом, 5 индивидуальных тренировок для клиентов обойдутся не в 3000 рублей, а в 2. Стоимость сейчас у нас с вами здесь 10 000 рублей. Следующая настройка – это срок действия. С какого момента у нас будет выстекать срок действия данного абонемента. Сейчас у нас будет с вами полгода. И дальнейшая настройка позволяет нам активировать абонемент при первом посещении, либо при продаже. Если выбираем с вами при первом посещении, то дополнительно мы можем с вами настроить автоматическую активацию при длительном непосещении. Например, активировать с момента продажи через 30 дней. Что это означает? Это означает, что наш абонемент действителен 6 месяцев и активируется он только при первом посещении. Однако, если клиент после покупки такого абонемента не пришел в течение 30 дней, активация происходит автоматически и данный срок действия начинает истекать. Однако, если вы не хотите усложнять срок действия для наших клиентов, можете поставить здесь «нет». Также дополнительно можно установить активацию абонемента при продаже и как только клиент приобрел данный абонемент, срок действия начинает истекать. Далее, дополнительно доступна также заморозка абонементов. Здесь мы можем поставить «да» и указать максимальный общий период заморозки для таких абонементов. В нашем случае это также может быть 30 дней. Следующая настройка «разрешить продажу абонемента без кода». Как мы говорили с вами про сертификаты, о том, что если мы ставим вам галочку, то тогда этот абонемент становится индивидуальным, привязывается по номеру телефона. Все то же самое действует и для абонементов. И если мы не ставим здесь галочку, то тогда такой абонемент можно будет подарить вашему другу. Дальше. Следующая настройка «пересчитывать стоимость услуги при оплате абонемента». Она нам позволяет как раз в таких ситуациях, когда абонемент стоит дешевле, чем одна пробная тренировка индивидуальная, выводить статистику в самом визите. То есть, когда клиент придет и расплатится нашим абонементом вместо стоимости 3 тысячи, вы увидите, что по абонементу стоимость конкретного посещения составила 2 тысячи рублей. И все это благодаря данной настройке. Если вам это неинтересно, если вы не хотите видеть эту информацию, тогда галочку можно не ставить. Она вообще автоматически у вас будет стоять здесь. Дальше. В каких филиалах можно изменять баланс и срок абонемента? Опять же, такая же настройка, как и в сертификате. Мы можем с вами выбрать, не менять тогда ни в одном филиале, то есть не менять вообще баланс и срок абонемента, либо выбрать только в филиале, в котором был продан, или же во всех филиалах сети. Далее. Следующая настройка – это «доступность для продажи онлайн». Как я говорила, сертификаты абонемента мы можем с вами продавать онлайн. Для этого у нас есть виджет онлайн-продаж. Мы про него скоро поговорим. И чтобы абонемент также был доступен, мы с вами ставим здесь галочку. В названии вы также дополнительно можете прописать какую-то другую информацию, либо скопировать то же самое название, которое есть у нас с вами уже для этого абонемента. Следующее также – изображение, описание какое-то и также стоимость такого абонемента для клиента. Дальше. Действуют в филиалах, и здесь мы отмечаем с вами галочку «МФЦ внедрение». После того, как мы указали все необходимые настройки, нам нужно дальше перейти в раздел «Услуги». И уже здесь, в этом разделе, мы должны с вами привязать услуги, которые действуют по этому абонементу. У нас также здесь есть настройка «Баланс абонемента общий и раздельный». Мы поговорим про них более подробно в создании следующего абонемента. Сейчас для абонементов, на которых у вас есть только одна услуга, мы можем с вами выбрать общий. Далее. Мы выбираем с вами категорию. В нашем случае это индивидуальные тренировки. И после чего вы можете настроить абонемент следующим образом. Выбрать конкретную услугу, в нашем случае это персональная тренировка, и нажать «Плюс», а дальше в поле «Общее количество применений» указать пять, поскольку наш абонемент работает только на пять индивидуальных тренировок. Однако на будущее, если вы хотели бы детализировать и дать возможность клиентам выбирать самостоятельно, на какие услуги тратить такой абонемент, то тогда вы можете выбрать, например, какую-то категорию и уже не выбирать точечно, на какую услугу будет действовать этот абонемент, а оставить здесь все. И тогда клиент уже сам решит, на что вот эти пять применений, пять посещений потратить. Далее. Обязательно, чтобы прикрепить услуги, нужно нажимать на «Плюс». У нас уже конкретно услуга закреплена, и после чего мы с вами уже нажимаем кнопку «Сохранить». Проверяем все настройки. И далее, чтобы вернуться на вкладку «Типы абонементов», мы можем переключиться здесь, через данный раздел. Теперь давайте создадим с вами еще один абонемент. Чтобы это сделать, опять нажимаем кнопку «Добавить тип абонемента». И сейчас мы создадим с вами абонемент, в котором будет несколько услуг. То есть это будет какая-то определенная программа. Например, абонемент на пять процедур антицеллюлитного массажа и массажа лица. Также давайте сделаем на десять процедур антицеллюлитного массажа и массажа лица. Такие названия длинные, конечно, вы можете не фиксировать. Если у вас есть какое-то конкретное название для программы, то здесь вы тогда можете прописать, например, сеанс «Райское наслаждение» и, собственно, дальше уже прикреплять услуги. Дальше. Стоимость у нас с вами будет сейчас, поскольку здесь десять процедур, и тогда мы с вами укажем здесь также десять тысяч. Одна процедура массажа лица у нас стоит тысячу рублей антицеллюлитного – полторы тысячи, поэтому все вместе это будет выходить клиенту со скидкой. Далее. Срок действия. Опять же, мы указываем с вами необходимые нам данные. После чего, опять же, проставляем продажу абонемента без кода, возможность пересчитывать стоимость услуг приобретать абонементом. Далее. В каких филиалах можно изменять баланс и срок абонемента. И также доступность для продажи онлайн, если мы хотим продавать такой абонемент. После чего ставим галочку «Действует в филиалах МФЦ внедрения». Переходим с вами в вкладку «Услуги» и теперь поговорим с вами про баланс абонемента. Есть два вида – раздельный и общий. Раздельный баланс абонемента позволяет нам указать точечно для каждой конкретной услуги определенное количество посещений. Например, мы выбираем с вами категорию услуг. В данном случае у нас это массаж. И выбираем антицеллюлитный массаж. И указываем, например, пять посещений. Далее. Сразу же выбираем следующую услугу – массаж и массаж лица. И здесь мы указываем также с вами пять процедур. В сумме у нас абонемент был на 10 посещений. И мы строго указали, что пять посещений на антицеллюлитный массаж и пять посещений на массаж лица. Ну, это количество, конечно же, вы можете менять. Например, 6 и 4. Все зависит от ваших целей, от ваших программ. Однако, если у вас общий абонемент, то есть неважно, сколько клиент придет на антицеллюлитный массаж или на массаж лица, то тогда мы выбираем с вами общий, привязываем с вами также нужные нам услуги. И в общем количестве указываем также 10. И тогда клиент сам решит, на что эти 10 посещений потратят. Он сможет сходить три раза на массаж лица и, например, 7 раз на антицеллюлитный массаж, либо наоборот. И в таком случае вы просто сохраняете дальше, и уже клиенты сами решают. Но у нас в этом будет раздельный баланс, поэтому мы пополам сразу же антицеллюлитный массаж и массаж лица оставляем. Дальше сохраняем. Теперь у нас с вами уже создано два абонемента. Мы можем вернуться. И здесь в списке сейчас мы также их с вами увидим. Теперь давайте поговорим про счета клиентов. Перейдем в раздел «Счета клиентов» типа счетов. Счет клиента – это такая сущность, которую клиент может использовать для будущих списаний. То есть он может положить на него какие-то средства и дальше уже списывать на те или иные процедуры. А для вас эта финансовая транзакция пройдет текущим днем. Соответственно, чтобы создать такой тип счета, мы нажимаем с вами кнопку «Добавить тип счета». И обычно мы называем такие счета клиенты депозитами, либо это может быть какая-то предуплата. Но все зависит от ваших целей использования. Поэтому дальше задаем название «Депозит», указываем, что этот счет клиента будет доступен в филиалах МФЦ внедрения, сохраняем, и после чего чуть позднее поговорим с вами про то, как работать с таким депозитом. Также давайте сейчас поговорим с вами про разделы «Сертификаты и абонементы». В первую очередь разберемся на раздел «Сертификаты». В этом разделе вы сможете увидеть информацию по сертификатам, которые есть у ваших клиентов. Здесь вы увидите тип сертификата, его код, баланс, на какой номинал был данный сертификат, далее его статус, что он активирован, покупателя также сможете увидеть, когда была произведена продажа, когда было списание и на какую сумму уже было списано с этого сертификата. То же самое вы можете увидеть по другим клиентам. Соответственно, чтобы какую-то информацию здесь отфильтровать, вы можете воспользоваться, во-первых, фильтрами по дате, опять же, местом продажи, использование с и до, то есть срок действия найти, где можно использовать этот сертификат, какой у него код, и по телефону также можно его найти. Следующий раздел – это абонементы. Давайте сюда также перейдем, лояльность абонементы. Здесь чуть более подробная информация по абонементам. Здесь вы также увидите все то же самое, только уже по балансам абонементов, то есть также тип, статус активирован, либо выпущен, до какого числа абонемент у нас действителен, или же он у нас здесь без ограничения, сколько была стоимость, сколько составила стоимость, какие были списания и какой баланс на данный момент. Далее вы видите здесь также статистику по количеству проданных абонементов, по сумме проданных абонементов, доступный баланс услуг на абонементах сейчас, и нужно учитывать здесь также период. Далее можем выбрать с вами место продажи, место использования, до какого абонемента можно использовать. Далее статус абонемента. Можно найти выпущенный, активированный или просроченный, либо же те, например, что уже исчерпаны. По номеру также абонементы можно найти, по телефону. Также можно выбрать по типу абонемента, найти тот или иной, дату сгорания и количество на балансе. После чего нажимаем кнопку «Показать» и находим те или иные абонементы, которые нас интересуют. Теперь давайте поговорим с вами про виджет продаж. Он у нас находится с вами в разделе «Онлайн продажи» в настройке. Как я говорила, сертификаты и абонементы вы можете придавать онлайн. И для этого функционала вам необходимо заключить договор с Юкассой. Либо вы можете выбрать альтернативный способ, но в таком случае у вас будет больше ручной работы, вам придется самостоятельно связываться с клиентом и отправлять ему ссылку на оплату. С Юкассой эта необходимость исчезает и все происходит в автоматическом режиме. Далее, после того, как вы заключили договор с Юкассой, нужно будет указать все необходимые данные. И после этого можете уже настраивать свой виджет. Мы более подробно про настройку виджета говорим в отдельном видео, в отдельном вебинаре. Поэтому сейчас мы с вами кратко просто ознакомимся, как выглядит виджет и где его найти. Далее в раздел «Онлайн продажи настройки» мы переходим во вкладку «Виджет». Здесь вы заполняете все необходимые данные, а в самом низу у вас будет ссылка «Виджет», который мы с вами открываем. И видим здесь также наши сертификаты и абонементы, которые мы настроили для онлайн продажи. Все это видит клиент. И дальше он может выбрать сертификат, посмотреть информацию по нему, что включено, какой срок действия, где использовать такой сертификат. И также, если он у нас с вами со скидкой, мы эту скидку также здесь увидим. То же самое и абонементом. Здесь мы увидим с вами баланс, то есть 5 посещений на персональную тренировку, есть заморозка. И далее клиент, уже определившись, он нажимает кнопку «Купить». И после чего указывает все необходимые данные – имя, номер телефона, имейл. И дальше, нажимая кнопку «Оплатить», его уже перебрасывает на страницу оплаты. И здесь он выбирает уже удобный ему способ, например, банковскую карту. После чего выбирает номер карты, срок действия и уже оплачивает сумму, которую ему выставила ее касса. Давайте теперь вернемся в наш филиал. И также данный виджет вы можете подключить к онлайн-записи, которая у вас есть от Y-Clients. Чтобы это сделать, нам нужно с вами перейти в филиал снова. Это настраивается отдельно в разделе «Онлайн-запись» – «Форма онлайн-записи». Вы выбираете необходимую вам форму, изменяете ее. И дальше в поле «Онлайн-продажи абонементов и сертификатов» выбираете «Брать настройки из сети», то есть, где у вас настроен виджет онлайн-продаж. После чего сохраняете и, возвращаясь в форму онлайн-записи, переходя по ссылке, вы сможете увидеть, что у вас появится сейчас кнопка «Купить сертификат или абонемент». То есть, та же самая онлайн-запись, только здесь дополнительно появилась кнопка «Купить сертификат или абонемент», и если клиент ее видит, переходит по ней, открывается тот самый виджет, который мы видели с вами ранее. Теперь давайте снова вернемся в филиал и поговорим с вами также дополнительно про абонементы, сертификаты и счета клиентов. Абонементы и сертификаты у нас в системе работают практически так же, как и товары, то есть вы можете поставить их на приход и указать количество. И вот здесь в разделе «Склад товаров» вы их увидите, они у вас здесь появятся после создания. И далее, когда вы будете продавать сертификат или абонемент, все те же самые данные указываются, как и при продаже обычного товара. Единственное, вам нужно будет дополнительно указать также код сертификата. Теперь давайте поговорим с вами про то, как выдать счет клиента. Это можно сделать двумя способами – в самом визите клиента, либо через клиентскую базу в его карточке. Давайте разберем второй вариант. Зайдем в раздел «Клиенты» – «Клиентская база». Откроем любого клиента. И далее перейдем в раздел «Счета клиента». Здесь сразу же вы можете выбрать тип счета, в нашем случае это депозит, ввести сумму пополнения, выбрать сотрудника, который пополняет счет, открыть новый счет, после чего нужно будет произвести оплату. Также дополнительно можно распечатать фискальный чек. Давайте оплатим банковской картой. И далее мы увидим, что на таком депозите у клиента сейчас есть 10 тысяч рублей. И если мы перейдем к списку счетов, то дополнительно мы сможем с вами увидеть еще возможность пополнить данный депозит, также просмотреть историю операции по счету. На этом работу со счетами клиента мы с вами заканчиваем. Про оплату счетами клиентов, сертификатами и абонементами мы поговорим с вами в другом видео. На сегодня мы с вами останавливаемся. Поговорили с вами сегодня про сертификаты, абонементы, счета клиентов, а также про онлайн виджет продаж. Спасибо за внимание.